Разыскиваемый Интерполом в течение двух лет Анатолий Блонский, фигурирующий в деле о банковском мошенничестве, пробыл в 13-й тюрьме всего пять дней после того, как сдался властям. Сегодня он отправился домой, не имея даже запрета на выезде страны. Суд принял финансовые гарантии в размере 12 тысяч леев от трех человек. Сумма эквивалента 600 евро, в то время как Блонский обвиняется в хищении из Банка деэкономии суммы в тысячи раз больше, то есть 600 тысяч евро. На выходе из зала суда Анатолий Блонский выступать с комментариями перед журналистами не стал. Прокурор по делу был против изменения меры пресечения. Он предположил, что Блонский может попросту сбежать. Очевидно, что если ранее мы настояли на применении меры пресечения в виде превентивного ареста в отношении подсудимого, и запрос одобрил суд, то было установлено существование риска уклонения от уголовного преследования. Суд не проанализировал эти риски, думаю, исключил их, но мы не знаем по каким причинам. В качестве поручителя Анатолия Блонский выступили три человека. Это бизнесмен Александр Гроза, сосед подсудимого, предприниматель Игорь Ешану, а также архимандрит Нектарий, настоятель монастыря Хорэшт. За освобождение Блонски каждый внес залог по 4 тысячи леев. Однако сегодня суд по требованию от Александра Грозы предоставит дополнительную финансовую гарантию в размере 11 тысяч леев. Обязанность поручителя обеспечить присутствие Анатолия Блонски на каждом судебном заседании и не оказывать влияния на свидетелей. В противном случае сумма поступит на счет государства. Поручитель не несет ответственности за действия, совершенные другими лицами. Максимум он рискует своей репутацией и, возможно, противоправной санкции. Это необходимо проверить. Именно поэтому важно, чтобы гарант был надежным и имел хорошую репутацию. Дело Анатолия Блонски уже находится на стадии судебного следствия. Со стороны обвинений есть 8 свидетелей, которых будут допрашивать дальше. Анатолия Блонски объявили в международный розыск в апреле 22-го, после того, как суд выдал ордер на его арест. После двух лет отсутствия Блонски решил вернуться в страну. 5 января он уведомил молдавской власти через адвоката, что намерен сдаться, уточнив дату, время и место, где он появится. Таким образом, 9 января в 11 утра Блонски был задержан на Леушенской таможне и доставлен в тюрьму. Согласно судебному заключению, он решил вернуться в страну из-за состояния здоровья своей матери. Блонски обвиняется в том, что в 2014-м с помощью различных преступных схем ему удалось получить от банка Диакуноми 600 тысяч евро, которые он перевел через несколько офшорных счетов. За отмывание денег в особо крупных размерах Анатолию Блонски грозит до 10 лет лишения свободы.